шалом славяне с вами как всегда я майор и сегодня у нас будет такой разбор на все способы улучшения чувствительности по поводу типа всяких усилитель оттяжек секретов смайла вот это вот всего бреда ребята у меня просто накипело просто горит очко я не знаю как просто ними горит очко в сегодня я все это разберу но мы погнали начнем ребят усилитель оттяжек почему же это бред с большинства я тебе отвечу потому что это просто-напросто это не имеет абсолютно никого смысла это просто изменения показателя понимаете для некоторых вещей не существует такого слова как улучшить нельзя улучшить понимаете например у вас есть одна бутылка колы и вас появилась другая две бутылки колы и понимаете кола от этого лучше не стало кола от этого лучше не стал это просто невероятно гениальная аналогия может было подвести лучше но думаю вы на этом собственно поймете да вот эти ребята все ютуберы которые говорят вот этот вашу усилитель оттяжек всякие приложение, это просто полный бред. Понимаете, если вы такой человек, который как бы хочет этим воспользоваться, то вы, скорее всего, как бы не можете сами чувствительность настроить. Но, ребята, это лучше делать. И вы, как бы, смотрите эти чувствительности в интернете. И то там, и так, в интернете зачастую чувствительность неправильно. Допустим, у меня на телефоне чувствительность неправильная в интернете была. И всё, понимаете? Вы измените свою чувствительность вот этим усилителем оттяжек, и всё, вы не сможете ничего делать. Я, конечно, в точности не знаю, как оно работает. Это ваш усилитель оттяжек. Ну, потому что я не тупой, чтобы буду проверять я понимаю, потому что либо я просто тыльношу стильность, либо я просто нахер все простую, как бы прострую свое время. Но это никому не нужно, нахер, усилители тяже, которые что-то вам усилийут, но они вообще ни хера не делают. Максимум то, что-то вам тянет, я не знаю. Я вас уверяю, ребята, скилловые игроки это говно не используют. Далее, ребята, переходим к всяким секретам смайла. Понимаете, секретов смайла не существует. Понимаете, та вещь, которая вам приходит с опытом, вы просто тренируете, тренируете, тренируетесь. Это, ребята, не секрет называется, это называется личный опыт, из жизни происходит. Ребята, надо самопрактиковаться, а не вот эти тупые видосы от тупых ютуберов смотреть, которые там, допустим, снимают. О, вышел битва отрядов навсегда. И они снимают видос, который... Просто идите настраивать численность битвы отрядов. Вы что несете, тупо? Вы что совсем уже? Башка едет. Идите, ребята, в классику и настраивайте. Все, больше способов нету. Просто практикуйтесь, играйте, и все. Алло. Вот смотрите. Скоро выйдет этот тренировочный остров, и выпустят, смотрите видос. Тренировочный остров на тренировочном острове. Самая лучшая численность, ребята. Стопроцентный способ настройки численности. Вот такой вот будет заголовок видоса, ребята. Такой вот яркий, броский заголовок видоса. И вы, конечно же, пойдете его смотреть, но вы просто прострете, ребята, время, потому что это просто полный бред. Я вас уверяю, Смайл вот этой всей хернёй не пользуется. Слышь меня тяжик, он вот эти тупые видосы не смотрит, если вы хотите там как Смайл играть, или кто там у вас, ваш, так скажем, пример для подражания. Понимаете? Они сами всему этому мучились. Они вот эти тупые видосы не смотрели. Понимаете? Они просто практиковались, практиковались и ещё раз практиковались. Так что, ребята, не смотрите. Пожалуйста, не смотрите вот эти видосы про чувствительность. Да, я знаю, ребята, я не все обучалки смотрю. Есть действительно годные обучалки, да, как у меня. Но понимаете, я выписал одну обучалку про оттяжку, и всё, ребята, всё, в одном видосе всё выложил. А не как там всякие ютуберы, которые снимают просто по миллиону видосов на разный автомат. Понимаете? Автоматы, у них, в принципе, работа одинаковая, и они миллион видосов снимают. Но на этом, собственно, ребята, все. Это просто был, ребята, крик души. Просто горит очко. Пожалуйста, ребята, сами тренируйтесь и сами всего добивайтесь. Ну, а с вами был Майор. Всем удачи и всем пока.